Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале YouCanAll. Это канал о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня предлагаю довольно интересную тему, необычную, мало информации на эту тему на ютубе. Давайте поговорим о том, что такое камбуча и как она влияет на наш организм. Камбуча, он же чайный гриб. Если вы никогда его не видели, вы сейчас узнаете, что он существует. Если вы его видели, то вы его никогда не забудете, потому что это что-то особенное. Друзья, убедитесь, что вы подписаны на канал, оставили лайк или дизлайк под этим видео, но мы продолжаем. Итак, камбуча, он же чайный гриб. Это довольно давно известный способ, как оздоравливать организм. Уже около 2000 лет. То есть и в Китае, и в России, и в Германии, где-то с этих краев происхождения. Ну, больше, наверное, все-таки к Китаю относятся. То есть это тот гриб, который я в детстве, когда его увидел, я запомнил на долгое время. Когда я зашел к своему другу на подоконнике, в какой-то банке было нечто. В жидкости плавало. Это сложно что-то передать. Это как просто круглое что-то такое непонятное, многослойное, какой-то гриб. И когда я узнал, что люди пьют вот эту жидкость, в которой находится этот гриб, я очень был удивлен. Но когда я попробовал сам его, я в детстве его довольно часто пил. И расскажу дальше, что еще я делал с этим грибом. И вдруг меня угостил этим грибом. Дал мне попить. И вы знаете, это было очень вкусно. Это какой-то квас, наверное, по ощущениям. Такой довольно резкий, как будто даже с газиками какими-то. Действительно вкусная и приятная вещь. То есть, что это делается? Чайный гриб, да, он производится из чая. В чай добавляется сахар. И, собственно, вырастает из дрожжей, которые есть в этом чае, вырастает этот гриб. То есть, из самого чая. Из-за того, что чая бывает совершенно разный, их огромное количество в мире, то и чайный гриб везде получается разный. Так вот, после того, как друг мне угостил этим грибом чайным, он мне еще дал, предложил мне забрать домой этот чайный гриб. Представляете? Он мне говорит, давайте сейчас снимем слой этого гриба. И ты понесешь его домой. И дома сделаете то же самое. Вот, я думаю, наверное, моя мама была очень удивлена, когда я принес этот гриб еще домой. И я еще сделал его дома. То есть, все получилось, и мы тоже пили этот гриб какое-то время, да. Ну, как-то это было недолго и не стало очень популярным продуктом в моей семье. Но был у меня такой опыт. Вот сейчас я вижу на полках появляется огромное количество комбучи. Вот конкретно вот у меня, да. Может, только я сейчас начал замечать, но сейчас очень много. Конечно, меня это заинтересовало, как это все-таки на самом деле работает на организм. Потому что очень часто то, что долго существует на планете, не означает, что это безопасно. То есть, да, совершенно верно, это полезный продукт. Просто так обычно 2000 лет человечество не пьет что-либо, да. Но это не означает, что оно безопасно. Потому что наука не стоит на месте, информация появляется постоянно новая. И что-то может появиться совсем недавно, что-то, допустим, появилось там 10 лет назад. Но давайте поговорим о пользе. Итак, комбуча, он же чайный гриб, может влиять на ваш иммунитет, да. То есть, повышать количество Т-лимфоцитов и тем самым бороться с всякими болезнями, инфекциями, да. Очень сильно, как бы, стимулирует ваш иммунитет. Есть также самые данные, которые говорят, что может понижаться давление. То есть, полезно для гипертоников, да. Улучшает сон, какую-то беспокойность снимает. То есть, но одно из самых главных влияний – это, конечно, микробиота, да, вашего кишечника. Вы знаете, что очень сильно завязано наше состояние тела и мозг, и настроение. Так как напрямую микробиота влияет на ваш мозг, на вашу психику. То есть, если вы об этом не знали, это очень интересная тема. Те бактерии, которые у вас находятся внутри, они очень сильно влияют на вас, как вообще на человека, как на личность. Могут даже поведение ваше поменять. Так вот, вот эти бактерии, дрожжи, бактерии, которые содержатся в грибе, они попадают в ваш организм, и там вызывают определенные реакции, и тоже влияют на ваш иммунитет. Но тут же нужно понимать, друзья, если вы никогда не делали сами йогурт, например, или сыр, для этого нужно сначала вскипятить молоко, чтобы убить всевозможные бактерии лишние. И вы заселяете нужную культуру бактерий, и получаете сыр, йогурт, или там кефир, например, да, творог, например, да. То есть, очень нужно хорошо уметь контролировать этот процесс. Так как чайный гриб обычно растет в непонятных условиях в доме какой-то банки, не факт, что банка была чистая, и какой был чай, и как вы прокипятили, не прокипятили. То есть, вы рискуете уже на этом этапе получить абсолютно неполезный продукт. Если вы там вырастите ненужные бактерии, а это очень легко сделать в домашних условиях. То есть, вы получите не только дрожжи, да, которые там находятся, и там еще плесень находится в чай, вы можете вырасти совершенно не те бактерии, которые вам нужны вашему организму. И об этом, друзья, нужно знать. Камбуча, также известная как манчжурский гриб, и плесень, как я уже сказал, которая находится на грибе, было подтверждено конкретным клиническим случаем, может вызвать воспаление мозга. Друзья, здесь нужно сделать паузу, потому что это было. И под этим видео будут ссылки, которые вы можете сами пройти и посмотреть реальный клинический случай. Друзья, например, если у вас ослаблен иммунитет по различным причинам, особенно, конечно, это ВИЧ, когда у человека вирус, и у него очень ослаблена иммунная система, то вот этот плесень может не просто покалечить, а может убить. Потому что поражение мозга будет необратимым. Так, например, произошло с человеком, 22-летним парнем, которым попал в больницу в таком сложном, уже тяжелом состоянии, он был в бреду, что-то с ним происходило непонятное, с психикой. Пока люди поняли, что он принимал этот гриб, чайный гриб, на протяжении какого-то времени, прошло время, парня спасли, но оказалось, что у него был СПИД. И он об этом не знал, то есть у него буквально недавно, как оказалось, произошло это все, и на фоне этого парень чуть не умер, просто принимая этот гриб. Итак, так как, несмотря на то, что гриб считается, в принципе, полезным, и действительно может нести какую-то пользу, но вот эти риски, то есть бактерии, которые там находятся, они хорошие. Лактобактерии, другие бактерии я покажу в этом видео, для тех, кто хочет лучше понимать, какие именно там бактерии. Но вот эта плесень, которая находится на этом грибе, которая может развиться еще больше, так как она тоже будет расти, она несет в себе опасность для здоровья, для мозга и абсолютно реальную. Поэтому у научного сообщества это вызывает опасения по поводу этого гриба, но запретить это сложно, потому что это многомиллиардный бизнес, если вы не знали, и в рекордах производители этого напитка Штаты, Канада. И, кстати, в Штатах этот напиток не популярен, люди не хотят его использовать в Штатах, и это не просто так, хочу вам сказать. Итак, из-за риска лактоацидоза, вот это именно поражение вот этой плесенью мозга, рекомендовать к применению камбуча я вам не могу, и сам я не применяю этот напиток, не покупая, и не рекомендую вам, подписчикам моего канала. Я надеюсь, с вами информация была полезна, если вы хотите сами проверить то, что я вам сказал, под этим видео есть ссылки, проходите, смотрите, делайте свои собственные выводы, вы должны понимать, что если есть такие серьезные опасности, это не означает, что это какого-то огромного процента может произойти, да. Риски есть всегда от разных продуктов, которые мы употребляем, всевозможные продукты могут нанести вред вашему организму, если вы будете чрезмерно это употреблять и так далее. Вы должны делать выводы сами, самостоятельно, думать и принимать решения. А я благодарю вас, что посмотрели это видео, поделитесь с кем-то любителем камбучи и своих друзей, может это ваша бабушка. Кстати, у стариков иммунитет обычно ослаблен, и можете прислать это видео своей бабушке или рассказать сами, или дедушке, да, чтобы они понимали, что возможно камбуча не так уж полезна, этот чайный гриб. Друзья, ну на этом у меня все, пока! Субтитры подогнал «Симон»